Добрый вечер, уважаемые любители шахмат. Благодарю Евгении и Лидию Томашевских за увлекательные комментарии. Уверена, вам было так же интересно, как и мне, слушать их переживания по поводу того, как проходил пятый тур. Ну и время, время записать партию тура. Вновь непростой выбор. Турнир Вайканзе нас радует, участники радуют и каждый раз приходится с трудом выбирать. Ну что же, не могла я после слов Евгения Томашевского про тортик на шахматной доске пройти мимо позиции, которая возникла в партии рапорта с Прагнанандой. Для простоты своей собственной буду называть его Прагом, уж очень длинная фамилия. Давайте посмотрим и попробуем разобраться. Сразу скажу, будет непросто, потому что партия головоломная, но первый ход был сделан. Д4 открыл партию Рихард Раппорт, Праг ответил Коне в 6, и была разыграна защита Немцовича слон Б4 и достаточно модный по современным параметрам ход ферзь С2. С2, черные ответили 0-0, много здесь есть ответов и ходов на каждом пути, то есть такие перекрестки дебютные. А3, слон С3, ферзь С3, Д5, это все встречается достаточно часто. Слон Ж5, пошли белые. И опять очередной перекресток, черные по-разному здесь играют. Чаще, наверное, они бьют на С4, потом пытаются развить слона С8 путем Б6, слон Б7, но в этой партии черные сыграли острее. Они пошли С5, пожертвовали пешку, ДЦ, Д4, ферзь Ж3. И давайте посмотрим на создавшуюся позицию. Уникальная, честно говоря, позиция. Королевский фланг белых полностью не развит. То есть белые еще не сделали ни одного хода фигурами и пешками королевского фланга. Где еще такое увидишь? Теория, понятно, только начинается. Итак, белые забрали пешку, отстали в развитии, но надеются, что в конце концов фигуры они разовьют. Вот сейчас они первый ход фигуры королевского фланга делают, конь Ф3. Ну, а материал останется, потому что пешка Д4, она с одной стороны сила, но с другой стороны тоже потенциальная мишень для фигур белых. Е5, черные, в свою очередь, надвигают пешки. Очень активная позиция, король пока в центре, и черные надеются использовать вот эту инициативу. Вот эта позиция, наверное, основная для этого варианта. Здесь требуется дополнительный анализ. Надо смотреть, очень серьезно анализировать, чтобы прийти к какому-то умозаключению. Но, видимо, белым надо во все тяжкие идти, либо 3-0 Е3, либо сразу Е3, то есть что-то делать вот с этим пешечным центром черных. Потому что в партии они сыграли ладья Д1. Видимо, ход неудачный. Король как был в центре, так и остается в центре. А на ход Е3 уже времени не хватает. То есть черные ходят ладья Е8. И здесь мы видим, что если белыми сыграть Е3, то последует конь БЦ5, например. И что делать дальше? Д3 Е4 достаточно неприятная угроза. Король на Е1. В общем, Е3 здесь уже не пойдешь. Белые играют Б4, продолжают идти во все тяжкие, защищают лишнюю пешку, чтобы хотя бы мучиться за пешку. А5, конь Д2, АБ, АБ, вскрыли линию А, второй фронт, черные. И здесь вот один из ключевых моментов партии. Неудачное решение, очень медленное, потому что позиция напряженная, позиция требующая активных действий. А черные делают профилактический ход король в 8, который не отвечает требованиям позиции. Следовало ходить Е4. Белые, скорее всего, должны отвечать Е3. И здесь Д3. Похожая позиция, похожую позицию, структуру мы увидим в партии, но разница в том, что фельдь белых на Ж3 находится сейчас. В партии он стоял на Б3. И вот эта деталь меняет оценку позиции, потому что, как мы увидим, в партии белые решили проблему развития белопольного слона. А здесь, видимо, это не так просто сделать. Но, опять же, позиция непростая. Как бы все развивалось, сложно сказать. Но, как я уже отметила в партии, молодой индийский шахматист пошел король в 8. Это промедление ненужное. Профилактика в этой позиции. Ферзь Б3 сразу же перебрасывают ферзя с королевского фланга на ферзевые белые, прежде всего для того, чтобы где-то открыть дорогу пешки Ж и развить слона. А6 слон А4, Е4. Е3, конечно, не позволяют белые черным беспрепятственно пешки на третью продвинуть. И вот здесь вот интересный момент. Было сыграно Д3, зная, как сложилась партия, зная, что вот эти грозные вроде бы с виду пешки на самом деле являются лишь прикрытием и щитом. И белые очень успешно развиваются, несмотря на такую, казалось бы, продвинутость черных пешек. Может быть, особенно для практической партии стоило предпочлить ход конь Е5. Потому что белым здесь бы пришлось гораздо более сложные решения принимать. Например, в случае ЕД, кооперативного, конечно, хода, уже может последовать конь Ф3 с победой. И как ходить белым на конь Е5? Это еще непростой вопрос. Может быть, слон Е2, но тогда уже слон попадает под ход Д3 где-то. И какие-то головоломные варианты могли бы произойти. Д3, конь Е4, Ж5, слон Д3. Ну, в этой партии очень тяжело понять что-либо. Здесь белые отдают фигуру, но у них достаточно много пешек. Так или иначе, мне кажется, что ход конь Е5 для практической партии был намного сильнее. Черные сыграли Д3. Напрашивающийся ход. Казалось бы, так шикарно расположены пешки. Не дают черные развиться белому слону. Но выясняется, что, как я уже сказала, за этим пешечным заслоном белые спокойно развивают свой королевский фланг. Х3 сделан ход с идеей сыграть Ж4, затем пойти слон Ж2, пойти 0-0. И вот эти пешки на самом деле начинают провисать, а у белых, не забываем, лишняя пешка. Ж5, слон Ж3, конь Е5. Да, позиция кажется очень сложной и напряженной, но на самом деле у белых уже большой перевес. Вот пара неточностей, промедление короля Ф8, неосторожное движение Д3, и черные начинают страдать. Ферзь Б2. Ферзь Е7 здесь черные сыграли. Может быть, стоило попробовать отступить конем в надежде на неаккуратное движение пешки Б5, потому что здесь следует ладья А2. Вот такой вот симпатичный ход. И выясняется, что если побить на А2, то белый король в коробочке после конь Б4 приходится белым отдавать ферзя ввиду угрозы конь С2. Но, к счастью для белых, к сожалению, для черных на конь С6 белые могут сыграть Ф3. Очень сильный, видимо, ход. Подорвать пешки. И на ЕФ конь Ф3, несмотря на то, что пешка на Е3 провисает, потом король Ф2. Но, правда, король пойдет погулять. Но, как мы увидим Рихарда Раппорта, это не должно было смутить. Так или иначе, я считаю, что еще один момент, практически шанс, намного было сильнее сыграть конь С6. После же ферзь Е7 белые ответили четким, ладья А1 немного свободнее. Вздохнул король, потому что как-то он себя должен был неуютно чувствовать в этой коробочке. Ладья А1, ферзь А1. Ну и выясняется, что конь отступить не может ввиду слона Д6. А если он не отступает, то на следующем ходу в партии произошел размен. И лишняя пешка все так же осталась у белых. Развитие они, наконец-то, практически закончили. И сейчас начинают свой план. Удивительный план для этой партии проводить. План с централизацией короля на Д4. Где, удивительным образом, он себя просто великолепно будет чувствовать. Давайте посмотрим, как это белым удалось. Ладья Е8, конь Б1. Нетривиальное такое решение. Отходит конь на начальную позицию, но вот как раз открывают дорогу королю. Конь Д7, король Д2, ладья А8. Король С3, ладья А2. Белые отдают пешку лишнюю, потому что после ладья Е2, ладья Д2, они вот таким вот образом ввели ладью в игру. Консолидировали свое фигурное положение, заблокировали пешку. Ну и, как мы знаем, на ладья Е6 последовал ход. Пуанта, пуанта замысла белых, король Д4. Посмотрите на эту позицию, вот особенно после хода конь С3. То есть король впереди белых фигур идет смело вперед. Да, мы знаем, что в Эншпиле король сильная фигура, но удивительно, что в таком многофигурном Эншпиле напасть на короля на Д4 невозможно. И король, поддерживая свой пешечный фланг, ведет пешки в ферзи. В принципе, вторая часть плана победного после централизации короля заключается просто в проведении пешек в ферзи. Смотрим, как это белому удалось. В5, король Ж7, ладья А2, А5. Пытаются черные какую-то контргруза деять на королевском фланге. Все-таки пешка на Д3 у них далеко продвинутая. Имеют они основания какие-то полагать, что можно где-то поймать шансы. Ну, ладья Б2 такой осторожный предцветнотный ход. Может быть, и ладья А7 выигрывала, но достаточно страшно уводить ладью, пока все-таки король на Д4 может попасть под атаку черных фигур. Ладья Б2 поэтому играет венгерский шахматист. Король А6, ладья Ф2. Ну, то есть какие-то предцветнотные ходы. И здесь ходит конь Д5, конь Аш5, ладья Ф7. Д2. Все-таки, все-таки пешка черных практически проходит в ферзи. Белым приходится отдать часть своего материала за эту пешку. Но, опять же, пешки на ферзевом фланге, они живы, здоровы и готовы идти вперед. Конь Д1, король. Конь Е2, король Д5. Ладья Е8, король Д6. Король молодец здесь, да? Какой марш-бросок с Е1 до Д6, С7. Сейчас уже можно на шахе закрываться ладьей на Д7. Ладья Ж6, ладья Д7. Конь Ф4 крутится. Крутится, что есть силы индийский шахматист. Но, на самом деле, и съесть даже, наверное, можно здесь. Хотя это не для слабых духов. Король С7 не реагирует на прыжки. И говорит, ну и пусть слона я отдам, зато вот этот фланг проведу. Слона отдают не просто так, а за пешку Д2. Это очень важная тонкость. Конь Е1, король Б7. И опять же, вот визуально, визуально может показаться, что из-за лишней фигуры черные как-то могут создать контр-игру. Но это мираж, обман зрения. Потому что, потому что пешки идут вперед. И вот эта, кстати, пешка на Е4, которая пришла туда еще в дебюте, она скорее мешает черным фигурам. Слон в нее упирается. И непросто ему помогать, помогать и препятствовать движению пешек белых. Слоны в 5, С7, младя Е5. Ну, здесь уже по-разному, по-всякому. Конь Б2 решает пока подвести коня, не оставлять его на Д1. Это всегда полезно, чтобы все фигуры были в борьбе. Конь С5, король С6. Ну, и еще несколько ходов мы наблюдали в прямом эфире. Долго не сдавался Прагнананда. Но в итоге вынужден был сдаться, вынужден был признать поражение. Потому что белые пешки, уж слишком они сильны. Следующий ход Б7. И одна из пешек станет ферзем. Вот такая сложнейшая партия. Очень интересная партия. И с этой победой Рихард Раппорт с 3,5 очками из 5. Поднимается на дележ первого места. Входит сейчас он в тройку лидеров. И что будет дальше? Дальше будет интересно. Я в этом уверена. Всегда радостно, наверное, для болельщиков видеть, что такой яркий творческий шахматист, как Рихард Раппорт, находится на первых строчках турнирной таблицы. Потому что это значит, что игра у него идет. А когда игра у таких творческих шахматистов идет, значит, будет много интересного, красивого, не шаблонного. И вот такие вот красочные позиции с королевной Д4 будут возникать. Замечательная партия. Интересный тур. И я с нетерпением жду продолжения. Продолжение этого турнира. Шестой тур уже завтра. Увидимся совсем скоро. Не болейте, играйте в шахматы. И до новых встреч.